Мужеству и отваге воинов-интернационалистов эскитимцы отдали дань памяти на торжественном митинге 15 февраля, в годовщину вывода войск из Афганистана. 15 февраля 1989 года последний бронетранспортер с советскими военнослужащими пересек мост через реку Амударью, по фарватеру которой проходит граница с Афганистаном. Именно этот день стал днем памяти для всех воинов-интернационалистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на территории ближнего и дальнего зарубежья. За 10 лет войны в Афганистане наша страна потеряла более 15 тысяч своих граждан. Четверо из них – эскитимцы. День памяти, день вывода войск из Афганистана – это одновременно и праздник для ветеранов-афганцев. И в то же время это день памяти и скорби о тех, кто погиб, выполняя свой служебный долг. День памяти и скорби о воинах-интернационалистах. В нашем государстве всегда с почетным и уважением относились к ветеранам-афганцам. И, наверное, наибольшую значимость этот праздник приобретает именно в этом году. В году, когда мы все отметим с вами 100-летие образования Красной Армии, образование 100-летия Российской Армии. Потому что те события, которые происходят сегодня в мире, они еще раз подтверждают, что для того, чтобы Россия могла защищать свои интересы на мировой арене, чтобы с нами считались в мире, чтобы нас уважали, нам нужна боеспособная, сильная армия. В конце 70-х, начале 80-х годов прошлого столетия самым страшным словом для матерей, провожавших сыновей в армию, было слово «Афганистан». Кто-то из служивших там вернулся домой с правительственными наградами. Другие были просто рады вернуться. Многим не повезло. Они погибли в той страшной войне. Не зря, наверное, вот эта дата, 15 февраля, она занесена в календарь, как одной из знаменательных дат нашей страны. Каждая война, она имеет свое начало, имеет свой конец. Ну и вот эта дата, 15 февраля, это, конечно, вроде бы и радостная дата, но, отмечая это мероприятие, мы всегда помним о тех тысячах наших ребят, которые оставили там свои жизни. Поэтому я хочу тем, кто остался жив и находится в строю, пожелать здоровья, мирного неба и счастья, а тем, кто оставил свои жизни на полях сражений, личную порогу. На воинском учете в Аскитимском военкомате состоит 164 ветерана боевых действий в Афганистане. 461 ветеран боевых действий в Северокавказском регионе. Им всем были адресованы слова уважения и признательности. Сегодня памятная дата нашего государства, день памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. По федеральному закону с 2011 года, так называется, день вывода советских войск из Афганистана. Но и до, и после Афганистана наши соотечественники участвовали в вооруженных конфликтах на территориях многих государств. Разные годы, разные поколения и одинаковая боль у всех, кто вернулся домой и всех, кто не дождался своих близких. Сегодня на государственном уровне признаны заслуги наших воинов, выполнивших интернациональный долг. Боевой армейский опыт важен тем, кто сегодня с оружием в руках выполняет задачи по защите Отечества. 230 наших ребят проходят службу по призыву. Он нужен, как пример патриотизма, молодому поколению, как напоминание об исторической роли русского солдата. Очень важно, что сегодня вы сумели не только сберечь узы воинского братства, но и укрепили их в гражданской жизни. Социальная и просто дружеская поддержка нужна всем, кто подтвердил верность воинской присяге своим мужеством, силой духа, а порой и своим здоровьем. Искренне желаю ветеранам боевых действий, воинам-интернационалистам, вашим родным и близким здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба. Минуты молчания почтили присутствующие на митинге воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане. Долгой вереницей люди несли живые цветы к памятнику, установленному в их честь возле военкомата. Мои годы служил, как раз, именно как раз началась эта заварушка. Тяжело это, как говорится, воспринимать, когда, как говорится, убивают твоих друзей, это очень тяжело. Есть кто вернулся живой, слава Богу. Ну, царствие небесное, кто не вернулся, тем особенно очень тяжело. Я не могу даже пересказать это, что как-нибудь матерям мы постоянно ходим. Вот, 15 февраля поминаем пацанов. И 2 августа у нас есть такое обычай, что мы ходим. Матерей встречаешь. Ну, просто нету слов им, чтобы им там высказать как-то, чтобы помочь. Такого тяжело, конечно, переносится. Почетный караул школы ДСААФ с достоинством нес в этот памятный день вахту. Все чаще молодежь, равняясь на своих доблестных земляков, выбирает профессию защищать Родину. У нас в городе Искитиме, в Искитимском районе, функционирует несколько общественных организаций, достаточно таких серьезных, именно в военно-патриотической направленности. То есть это у нас и воины-афганцы, региональное отделение действует. У нас также есть воины-десантники, воины-пограничники. То есть ребята у нас, они работают и в школах города Искитима, и в школах Искитимского района проводят уроки мужества. Приходят к нам военные комиссариат. Вот мы вели такую традицию, при первоначальной постановке граждан на воинский учет у нас приходят ребята, служившие в вооруженных силах Российской Федерации, воины-афганцы, приходят и рассказывают ребятам о службе в вооруженных силах. Рассказывают о том, как они проходили военную службу. Это у нас уже происходит около пяти лет. Я бы хотел подвести общие результаты. У нас получается, если в 2012 году у нас желающих поступать в высшее военное учебное заведение было шесть человек на город Искитим и Искитимский район. Сегодня у нас, вот уже на сегодняшний день, хотя официально еще не объявили о том, что проводится набор. Он начнется с апреля. Но уже предварительно у нас 31 человек подали заявку на поступление в высшее военное учебное заведение в Министерство обороны Российской Федерации. К этому всему можно прибавить тот факт, что у нас очень много желающих стать офицерами девушки. То есть не только юноши, но и девушки пишут заявление о поступлении в высшее военное учебное заведение. Мужество русских воинов во все времена ставили в пример. Помня историю России, потомки будут достойны своих дедов и прадедов-защитников. В то время идеология другая была. Мы кроме одной идеологии защищать Родину мы не знали. Это сейчас можно из-за деньги. Мы тут раз нас призвали, мы пошли. Нам поставили задачу, мы ее выполнили. В 90-е годы, когда нас костерили, что мы туда вас не посылали, герой Советского Союза, командир батальона мой, он говорил, время покажет. Но время и показало, что сейчас в Сирии. По-моему, даже Асад сейчас сказал, что если они погибают за чужую Родину, а тогда стоит на них нападать или не стоит? Сегодня возлагают цветы. О ком думаете? О чем вспоминаете? О всех о своих. У меня много погибших ребят. Уже умерло много здесь. Вспомним, сегодня праздник для этого и создан. Обращаясь к молодому поколению, что бы хотелось вам сказать, чтобы они ценили и помнили? Ну, чтобы вспомнили старое поколение, чтобы шли служить. У них сейчас немного, а год всего. Просто я много знаю ребяти, которые остаются по контракту сейчас. Но это здорово же, мне кажется. Редактор субтитров А.Семкин